Вчерашний поединок с Баварией БК Химки провели при полных трибунах. Болельщики пришли помочь команде выполнить сложнейшую задачу. Не просто обыграть грозных мюнхенцев, но сделать это с разгромным счетом, с разницей плюс 17 очков. Это позволило бы желто-синим иметь в плей-офф преимущество своей площадки. Первую четверть хозяева паркета выиграли, но с минимальной разницей плюс один. А во втором отрезке встречи и вовсе уступили. На большой перерыв команды ушли при счете 26-34 в пользу гостей. Таким образом, чтобы выполнить изначальную задачу на матч, нужно было отыгрывать у немцев не 17, а 25 очков, что уже напоминало утопию. В итоге во второй половине встречи Химкам удалось лишь сравнять счет и перевести встречу в овертайм. При этом наставник Баварии Александр Джорджевич отметил, что по игре его подопечные должны были выигрывать в основное время, но в ключевой момент потеряли концентрацию. На протяжении 38,5 минут мы уверенно действовали в защите, но в последние полторы минуты остановились и совершили нетипичные для нас ошибки. Тем самым дали Химкам шанс вернуться в игру. В овертайме мюнкенцы сыграли блестяще. Всего за пять минут они сделали ту самую разницу, к которой так стремились химчане. И даже немного больше. Плюс 22. Итоговый счет на табло 74-96 в пользу Баварии. Возможно, сказалось, что мы думали о победе с большой разницей, а не просто о победе. Это повлияло на всю игру. Тем не менее, мы продолжаем борьбу в турнире и должны выигрывать следующий матч. Это наша цель. У химчан лучшим стал Алексей Швет, набравший 31 очко. Команда Душка Ивановича выходит из своей группы в плей-офф Кубка Европы со второго места, где встретится с испанской Валенсией. Алексей Житких, Дмитрий Куликов, Служба новостей. Продолжение следует...